Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Меня зовут Наташа. Сегодня у нас наконец-то долгожданный обзор бренда Arabesque Perfumes. Я вам расскажу про два аромата, но и так, так как в бренде не один и два аромата представлены, у них там целые коллекции, также расскажу немножко и про них, так как я их пробовала. Но все же, сегодняшний обзор будет посвящен двум ароматам, Glory Mask и Majesty. Ну и по традиции, конечно же, приглашаю вас подписаться на свой канал, поставить лайк этому видео. Мне очень приятно, что вы пишете, что вы подписываетесь, что вы лайкаете. Для меня это очень большая поддержка. Я душевно говорю большое спасибо, что вы подписываетесь, что вы мне смотрите. И я очень люблю с вами общаться. Также мне будет интересно почитать, есть ли у вас какие-то ароматы данного бренда, какие вы любите, какие вы носите. Ну и больше затягиваю, и давайте начнем. Сегодня я более подробно остановлюсь лишь на двух ароматах, так как я приобрела только два аромата. Один у меня приобретен был не в слепую, а второй в слепую. Ну, оба мне, конечно же, понравились. Этими ароматами я, конечно же, довольна. Ну и во второй части видео я расскажу, где я приобретала эти ароматы, где вообще можно приобрести ароматы по хорошим ценам. И можно сказать, такой проверенный ВКонтакте или Инстаграм-магазин. Но обо всем подробнее расскажу постепенно. Первому аромату я хочу уделить особое внимание, так как этот аромат у меня был взят не в слепую. Я с ним была знакома, и я была очень сильно им удивлена. Для тех, кто не знал, Марка Робецк эксклюзивно представлена в Литуаль. Я не знаю, как в Золотом Яблоке и в других магазинах, но точно знаю, что в Сайм-Библиотеке они есть. Я как-то подошла, просто мне захотелось чего-то новенького, потому что весь люкс я перепробовала, я как-то уже рассказывала эту историю, но хочу немножко остановиться на этом. То есть почему именно мне захотелось дальше знакомиться с этим ароматом, с этими ароматами вообще в принципе данного бренда. Я подошла, решила попробовать те ароматы, которые стояли. Я не помню, какие, к сожалению, другие ароматские стояли, потому что потом подошел консультант, открыл свой ящик волшебный, там, где они все стояли, и, конечно же, я забылась. Но первый аромат, который я попробовала, это, конечно же, Глори Маск. Среди всех твоих сокровищ далеких стран ты особенно ценишь флакон белого стекла с изящными изгибами. Он напоминает тебе волшебном путешествии далекие земли, наполненные чудесами. Вдохнуть цветочный аромат ты вспоминаешь экзотику садов посреди пустыни. Долгий путь каравана под звездным небом и необычайной встречи с таинственным духом Востока. Словно Джин Лампе, он готов выполнить любые твои желания. Я для вас сделала отдельную вставочку, я вам ее, конечно же, вставлю. Там я прочитала описание парфюма, Ситуаль. Просто мне так понравилось, как где-то они его нашли, или сами написали, я не знаю. То есть описание магазина мне очень сильно понравилось. Большое внимание, конечно же, бренд уделил упаковке. Но есть, конечно же, свои минусы. То есть обо всех плюсах и минусах я, конечно же, сейчас вам расскажу. Плюсы для меня это очень толстое стекло, как вы видите, да. Это, конечно, красиво, дорого, да, роскошно, можно так сказать, выглядит. Очень веситый колпачок. Я его взвешивала, он где-то 65 грамм весит. И флакон, по-моему, без колпачка около 300 грамм. То есть вы представляете, практически полкилограмма, да. А если, мне кажется, со шкатулкой, вот второй аромат у меня шкатулки, я вам его покажу. Он, мне кажется, ей где-то полкилограмма, да. Такие красивые кисточки. Здесь можно ослабить даже, хватку, можно так сказать, и можно расслабить. Не знаю, плюс или минус, то, что все ароматы данного бренда представлены в экстракте 50 миллилитрах. Это, конечно же, с одной стороны, хорошо, да, ну, то есть у вас он точно быстро не закончится, потому что, так как он в экстракте, то есть вы понимаете, что ароматы очень стойкие, очень шлейфовые. Ну, конкретно, да, на мне я уже протестировала, пару дней походила, очень сильно довольна. Но минусы лично для меня. Мне кажется, все-таки, что либо где-то недоработки какие-то в самой упаковке, либо это ручная работа. Вот здесь есть такой значок, да, самого бренда, и он отпадает, то есть он на клею, здесь прям конкретно на клею, прям конкретно наклеен на клею, да, извиняюсь за тавтологию, но как есть. И что мне еще не нравится, что здесь у пульверизатора, пока мне не выпадает, да, и надеюсь, что мне не будут выпадать, вот эта штучка, сама у пульверизатора, она может отпадать. Такое, к сожалению, часто у флаконов данной марки. Хочу читать пирамиду у данных ароматов, так как вы знаете, что я не особо люблю читать пирамиды, да, потому что все равно мы как бы опираемся на наши ощущения. Но меня аромат настолько удивил, что я ничего не слышу из данной пирамиды. Все-таки, верхняя нота это турецкая роза, ланка, ланка, бергамот. Средняя нота это белые цветы, жасминцамбак, корень итальянского ириса и какой-то махонил, махагонил, я не знаю, что это. Базовая нота амбароксана, испанский лавданум, какой-то селькалит, тоже не знаю, какое-то может соединение или какая-то смола, но больше похоже на смолу. Не заявлено, что он как амбровый идет. И ваниль, также ваниль и почули. И на удивление, я думала, что здесь услышу, например, роз, да, но к сожалению или к счастью, я ничего здесь из этого не слышу. Единственное, что я могу здесь услышать, да, так как это мускусная линейка, я слышу отчетливо, так вы знаете, мускус, и он по типу глажки, когда гладят белье. Но это когда уже аромат фактически раскрылся, или уже все, то есть какой-то его остаток остался. Но хочу сказать, что плюсы данного аромата, на ком-то он не очень стойкий, не очень шлейфовый, потому что на фрагрантике заявлено средняя стойкость и средний шлейф. У меня кожа холодная, но также я тестировала и на вещах, и на волосах. И я уже в предыдущем видео говорила, что когда я нанесла на руку аромат, он не стоялся, я его нанесла. Я съела где-то его часов 8 вечера, и на следующий день я ощущала его днем, отчетливо. И когда я пошла в магазин на улицу, в куртке, кожа у меня под курткой разгорячилась, и я из-под куртки от себя слышала этот аромат. Всего лишь один пшик. Вот так вот интересно получилось. Я думаю, что на горячей коже этот аромат тоже себя хорошо покажет, потому что мускус здесь, знаете, никакой-то не животный, не грязный. То есть не пахнет там ничем таким, что можно, например, сказать, что вот там потным телом, например, да. Нет, мускус здесь, он именно как вот, я до этого сказала, глажки. Что для меня вообще, в принципе, представляет собой этот аромат, это сплошная экзотика. И почему я к нему подошла, и почему потом я обратила на него свое внимание, я надеюсь, что те, кто знает этот аромат, не будут сейчас кидаться на меня тапками, да, помидорами, потому что мне он почему-то напомнил, первые впечатления у меня были, как будто он мне напомнил аромат кирки Тициана Терензи. Какой-то такой экзотикой, какие-то фрукты именно по типу маракуйи, манго или папайи. Но когда я его вдыхаю, мне представляется такой фрукт, я почему-то думаю, что это папайя, но на деле нет, так как я не разбираюсь во всех этих заморских, можно так сказать, да, фруктах, то я подумала, что это папайя, может быть. Но что я представляю, это такой фрукт, у которого кожура такая серая или белая, и он такой продолговатый. Я почему-то думала, что это папайя, но это похоже по описанию больше на манго, но у манго у него другой аромат, я прочитала, что он больше может елю, еловыми веточками пахнуть. Но здесь именно по моему описанию, когда я вводила описание, что я чувствую, подходит больше под описание именно маракуйя. Такая она сочная, немножко кисловатая, такая терпковатая, очень сладкая. Это в аромате очень сильно чувствуется. Дальше, что я чувствую, вот если здесь заявлены белые цветы, то я здесь какую-то кремовость, нежность лепестков. То есть, знаете, это не аромат, например, по типу крема Невея, или да, в каком-нибудь, да, что, как вот, или какого-то молочка, да, для тела. Такой достаточно, если и лосьон, да, какой-то для тела, такой кремовый, можно сказать, то очень напористый. То есть, не аромат нежности, а аромат такой, можно сказать, напористый какой-то, да, нежности, кремовости. Вот, как будто вот взяли какой-то крем и смешали его с лепестками каких-то белых нежных цветов. И потом, вот, представляем, да, вот эти фрукты, то есть я могу ароматы разделить на три части. То есть давайте возьмем, например, 90%, да, потому что под 100 я не смогу никак подобрать. Ну, например, 90, все, по 30% я разделяю, 30% фруктов, да, то все они не кричат никак. Они переплетаются вместе с этими белыми кремовыми цветами. И в конце еще добавляется вот этот мускус, который напоминает по типу глажки. Для меня, вот, знаете, я сразу представляю, как будто какую-то белую такую, как будто такую белую свежевыстиранную простыню, которая висела у нее-то на улице, да, на жаре, и потом приходит, начинает ее угладить утюгом с паром. И вот такой аромат исходит. Лично для меня вот так, вот такие какие-то впечатления. Слава Богу, я здесь не турецкой розы не чувствую, потому что здесь она заявлена. Возможно, эту экзотику дает иланг-иланг с бергамотом, так как здесь есть кислинка, да, и какая-то такая вот, ну, не пляжная пускная тематика, но именно вот какая-то экзотика. Не знаю, с чем это связано. Амбра, кстати, я в нем абсолютно не слышу. Ну, ваниль, если у нас здесь заявлено, да, и почули, если именно ваниль, то я какую-то такую небольшую, как сладковатость именно. Вот знаете, эти парфюмы, чем меня зацепил бренд Робеск, тем, что когда вот я слушаю другие ароматы, бывает, знаете как, вы слушаете аромат, да, у него есть пирамиды, у всех ароматов поддела есть пирамиды. Есть большие, есть маленькие пирамиды, и когда вы слушаете, например, из большой пирамиды, и вы, например, слышите конкретно, например, там, о, я слышу ириски, или о, я слышу, например, розу, хотя там огромная пирамида, да, и, например, розы, например, в средних, там, или в базовых нотах. И здесь я ничего конкретно, кроме белых цветов не слышу. Потрясающий аромат, он очень нежный, но и напористый одновременно. Я делала один пшип, то есть я выгуливала вот эти три дня, сколько я выходила на улицу, я его выгуливала. Супруг говорил, что очень вкусно, приятно, классно пахнет, потому что до этого он не очень его оценил, я уже тоже об этом рассказывала, можете предыдущие видео мои посмотреть. Супруга поменялись, он сначала говорил, что не очень он ему нравится, а теперь он от него только так же в восторге. И даже когда вот я нанесла, да, уже на куртку, например, или вот на палантины нанесла на свой, на шапку, ну, получается, это по одному пшипу, и в разные дни, понятное дело. И сейчас, когда я прохожу мимо там, где у меня висит куртка, мимо прихожей, боже, такой аромат стоит. Он просто, знаете, я не могу сказать, что это аромат каких-то ангелов, да, но вот немножко вот так, может быть, здесь тоже есть амброксан, и он тоже, может быть, вот это даёт, как будто какое-то как нежное пёрышко по вам привели пёрышком, или немножко какая-то шёрстка котёнка. То есть этот мускус, да, либо даёт, либо и амброксан даёт. То есть я чувствую здесь иглашку, такой, ну, не слишком такой какой-то резкий аромат, а нежный какой-то. И также вместе с каким-то таким вот пёрышком, да, белым, как будто вот по вам так прям по нежной коже провели. Очень приятно. Они, конечно, по-хорошему очень напористые, то есть одного пшика вам будет хватать. Я не знаю, для кого плюс или минус то, что ароматы идут именно в 50 миллилитрах. Если он у вас есть, пожалуйста, поделитесь, как он по стойкости, что для вас этот аромат вообще представляет. Мне очень сложно сейчас его, на самом деле, описывать. Я постаралась максимально точно для вас передать свои ощущения. Так что очень будет интересно почитать, что этот аромат представляет для вас. Стойкость бесконечная. Шлейф, как я думаю, можно же сказать, что шлейф, это когда ещё от куртки исходит какой-то запах, да, какое-то время, я думаю, что можно. Шлейф тоже, можно сказать, бесконечный. То есть у меня вот от куртки второй день точно пахло. То есть два дня. А если на коже, ещё и разгорячённый, как я вам рассказывала, то очень долго аромат держится. Этот аромат, аромат Блори Маска у меня был заказан именно в формате тестера. Так что в формате тестера может идти и вот такая белая коробочка. Может не идти, потому что вот Духи РФ они присылали вообще, в принципе, без коробки аромат. Только в пупырке. Ну и второй аромат, который хотелось бы с вами поделиться, это уже аромат из золотой коллекции, из золотой линейки. Сейчас я вам покажу. У меня находятся шкатулки. Мэджестия Робеск, по словам его авторов, трёх знаменитых мировых парфюмеров, таит в себе тысячи секретов обольщения. Когда этот аромат попадает на кожу человека, происходит особая химическая реакция. Открывается мир, наполненный магией роскоши. За сладость в композиции отвечает магадаскарский ваниль и лепестки фиалки. Пикантность придает специи и мускатный орех. В сердце жасмин, амбра покоряют своим магическим звучанием, а тропические фрукты добавляют оттенок экзотики. Созующее звено – королевский белый мускус. Делает аромат еще более манящим. Настоящее восточное величие. Тоже вам показала, также подробно показала вам видео такую заставочку небольшую сделала. Называется он «Мэджести» – величие. Очень красивый аромат, сейчас вам покажу. Здесь идет как под бархат сделан, то есть я думала, что, знаете, будет как по типу какой-нибудь картонки, но нет, очень приятно, тактильно, очень красиво. Но, к сожалению, эта вот штучка сама, если вы, например, захотите в этой шкатулке хранить какие-то другие, например, пробники или украшения, не подойдет, потому что оно не выходит оттуда. То есть вот так, как есть, да, и оно не вытаскивается. К сожалению, эта подушечка, она не вытаскивается. Сейчас я вам еще раз покажу упаковку поближе. Вот такая упаковочка. Здесь идет сам логотип, да, ну это с названием именно, не с брендом, а с названием «Мэджести». Ну и вот здесь по бокам такие орнаменты идут. И сверху шкатулки была такая вот картонная упаковочка, тоже очень качественно сделана. Картон-то выпуклый здесь, очень красиво сделано. И картон, кстати, очень приятный тактильно, то есть, знаете, такой мягкий картон, то есть никакой-то такой, но очень плотно оно заходит, поэтому я лишний раз не надеваю. Также хочу показать вам флакончик, как и у Глори Маск. Также кисточка, все стандартно. Но здесь вот именно у пульверизатора самого цвет, вот этот вот такой золотой, он отличается, да, как от колпачка самого. Такой золотой написано «Мэджести». Те же самые плюсы и минусы, что я вам говорила про Глори Маск. Также здесь у меня кисточка зацепила саму эту эмблемку, и она немножко отклеилась у меня, даже сейчас я могу подцепить ее ногтем, но я этого делать не буду. Так что, если, например, у вас отходит эмблемка, да, или, например, пульверизатор отваливается, вы не переживайте, потому что, ну, вот такие упаковки. Кстати, когда я подходила в Литуале, к Сан-Библиотеку, и Глори Маск был именно без самого этого, у пульверизатора вот этой штучки. То есть уже она отвалилась, или кто-то ее отвалил удачно, не знаю. В общем, что по этому аромату хочу вам рассказать. Итак, что по этому аромату. Этот аромат, он немного меня меньше впечатлил, конечно же, можно сказать, даже вообще не впечатлил. Я просто сказала, о, так это же гурманика. То есть, знаете, как говорят, интеллектуальная гурманика. Прочитаю также ноты. И вот здесь, когда я их читаю, да, буду вам зачитывать, то я здесь уже, конечно же, все это слышу. Верхние ноты, фруктовые ноты, ананас, пряности, танжерин и бергамот. Средние ноты, бобы, танка, алибанум, серая амбра, жасмин и фиалка. Базовые ноты, ваниль, перуанский бальзам и мускус. Свои ассоциации вам высказываю, а потом, если буду так вот по пирамиде, да, и говорить, что конкретно из пирамиды я слышу. Вот, знаете, для меня это как будто взяли конфеты какие-нибудь, да, фруктовые, и вот десолируют именно ананас. Фруктовая такая конфета, и она такая, знаете, вот эта тягучка из этих конфет, то есть, или такая фруктовая карамель, или, например, фруктовое желе какое-то. И сверху его поливают именно вот уже карамелью такой, по типу как у Меллер, например, да, или если это даже ирис, ну или как ириской, но ириской такой более тягучей, тянучей. То есть, не такая, которую можно зубы все сломать, да, или там на ней все зубы и оставить, нет. Такая, знаете, какая-то она такая мягкая, такая прям тягучая, плотная. Аромат сладкий, но не попослепательный. Я думаю, здесь пряности, кстати, здесь пряности я на старте слышала, но они такие, знаете, очень мягкие пряности, даже не знаю, какие могут быть мягкие пряности, да, то есть, не перцы здесь я не слышу. То есть, я чувствую, да, какую-то небольшую такую остринку, да, но прям конкретно что-то, какую-то конкретную пряность я не могу сказать, что чем это пахнет. Возможно, это ананас вместе с танжерином, да, то есть, каким-то цитрусовым, именно вот эта конфета, да, как будто вот конфета такая сладкая, небольшой такой кислинкой, такая она прям вкусная, у меня же даже начинает слюна выделяться. Здесь есть ваниль и перуанский бальзам, и, возможно, эта вот тягучесть, да, она и за счет вот этого перуанского бальзама, то есть, какую-то небольшую такую смолистость, да, какую-то смолу, ну, как будто, знаете, смола, она сладкая. Если так можно сказать. Такая вот приятная, сладкая, тягучая смола. Я здесь это слышу. Какие-то вот такие у меня впечатления, и, в принципе, что вот могу сказать, да, что все, что заявлено в прямом виде, я в нем слышу. Этот аромат, почему он меня немного не впечатлил, потому что, например, когда я слушаю Блори Маск, я не могу вспомнить какой-то аромат, который был бы похож на Блори Маск, да, или хотя бы в этом направлении, ну, кроме Кирки, например, да, но это то, какое-то фруктовость, то, что было похоже. Ну, блок именно такой фруктовый, да, и поэтому на Кирке не напоминает. А вот Мэнджести, как будто где-то я что-то такое слышала. А что где-то я слышала такое, я не могу понять. Но он, знаете, он все равно своеобразный, да, то есть его сравнивают с разными ароматами, я уже не хочу вспоминать, да, какие-то были, такие более-таки простенькие там были представлены, ну, на фрагантике, которые с ним сравнивают, но я их, к сожалению, не слышала. По-моему, один был это Лирок Серджов, но Лирок Серджов я не слушала. В целом, этот аромат тоже стойкий и очень шлейфовый. И я помню, кто-то мне написал, или где-то я читала, я уже сейчас не вспомню, то, что мне нравится аромат тем, что он очень быстро убегает. И когда вот он ко мне пришел тоже, буквально он, наверное, у меня пару дней стоялся, и я немножко разочаровалась, потому что я его перестала слышать, то есть я на себе его вообще не слышу. Но что интересно, такое, мое такое интересное наблюдение, кстати, ко мне сестра приезжала вот на днях, и он ей очень понравился. Она сказала, что у нее это пахнет молочным шоколадом киндер, но мне киндером не пахнет. Вот, интересное наблюдение лично для меня. Когда я сделала пару пшиков, решила также выйти прогуляться с ним, я его не слышала на себе, то есть он меня никак не раздражал, никак не напрягал, то есть как будто нет аромата. Но когда супруг пошел за мной, подул ветер, и он говорит, я чувствую, как за тобой, то есть шлейф идет, да, хвост аромата идет. И вот так вот, то есть получается все равно он стойкий и шлейфовый. И когда я уже пришла домой, повесила курт, прихожая проходила, и я слышала этот аромат. То есть, знаете, он такой не кричащий, то есть, например, Глори Маск, он достаточно такой напористый, да, то есть как будто, если можешь так выразить, да, условно. Такая нежная, дерзкая напористость, то есть как бы есть и нежность, но есть и дерзость. А этот аромат, он такой спокойный, умиротворенный, старает на какие-то такие положительные мысли, да, например, хочется какого-нибудь там чая со вкусняшками попить. Он такой мягкий какой-то, приятный, такой обволакивающий, для него очень подходит слово обволакивающий. Я не знаю, как аромат будет на холоде звучать, да, и как вообще эти, в принципе, два аромата будут на холоде звучать, так как это арабские парфюмы, и скорее всего они любят в жару. Но я не хочу сейчас проверять на жаре, я вообще, в принципе, не очень люблю какие-то ароматы в жару. Но вот на холоде, если бы он хорошо так же себя показывал, то это идеальный аромат для прохладного времени года. Для тех, кто его, например, пробовал и не особо впечатлился, например, стойкостью или шлейфовостью, она есть. Но она такая, знаете, тихая, спокойная и умиротворенная. Этот аромат не будет впереди вас кричать. То есть вы идете, ветер дует, и от вас шлейф этого аромата есть, его остальные слышат, но он никак не напрягает вас. Потрясающий аромат, что еще могу сказать, мне очень понравился, я хочу его носить, даже вот если я сейчас буду носить, то где-то до плюс 10 или плюс 15 градусов. Моя сестра сказала, что когда я ее надушила, она от меня уезжала достаточно поздно вечером, и, ну, ехала в такси и говорит, я чувствую этот аромат, то есть аромат заполнил всю машину. Я сделала на нее лапшика, по-моему, и она говорит, что аромат полностью заполнил всю машину, куда они ехали. Такие вот два аромата, я считаю, что бренд Арабецк незаслуженно обходит стороной. Также мне хотелось бы закончить именно часть видео про ароматы Арабецк, что там есть очень интересные ароматы, так как аромат делится на несколько коллекций, да, то есть чтобы вам было удобнее разбираться, да, вообще в принципе, то есть какой аромат не популярный, какой там послушать, не послушать, у аромата есть конкретные коллекции. Есть черная коллекция, в него входит аромат Бакара и Кохел или Кохел, я вам фотографии также вставлю. Бакара для меня это не Бакара-Руж, конечно же. Кохел или Кохел, это для меня аромат кожи и ирисок, тоже такой кожаный, тоже такой кожаный фруктовый парфюм. Бакара, мне сложнее его описывать, но для меня лично это такой типично мужской аромат, то есть не могу никак вот по-другому его описать. То есть я помню то, что как мне консультанты носил, то, что я пробовала, я сейчас с вами делюсь. Из золотой линейки я, к сожалению, пробовала только Мэджести, то есть у меня есть только Мэджести, но там есть также ароматы Сафари и Наема. Наема это аромат про черную смородину, так что если вы ищете какой-то аромат на тему черной смородины, то также присмотритесь, я думаю, Робеск парфюм очень интересно обыграл эту ноту в данном аромате. И также аромат Сафари. Сафари сравнивают с ароматом Naxos, не знаю, я не пробовала, тоже будет очень интересно попробовать. Есть такая серебряная линейка, лимускусная линейка, в нем представлено два аромата, создавали эти ароматы совершенно два разных парфюмера, Glory Mask и Illusive Mask. Glory Mask мне понравился больше, к сожалению, в Illusive Mask я слышу ноту травы, я не знаю почему так, там по-моему трава не заявлена, но я читала, но по отзывам я читала, что больше же, конечно, людей впечатляет почему-то Illusive Mask, чем Glory Mask. Также поделитесь, если вы пробовали эти ароматы, какой вам из этих ароматов, какой вам из этих двух ароматов нравится больше. И последний аромат, это новинка 2020 года, это Pearl, жемчужина, да, я не знаю, к какой линейке он относится, потому что он в таком белосеребристом флаконе или просто белом флаконе, то также фотографию вам прикреплю. И это кирки-подобный аромат. Уже многим влогерам присылали эту рассылку, все сказали как один, что это аромат кирки, но более мягче, без этого такого кричащего, тяжелого, бензинового, можно сказать, мускуса. Также советую вам попробовать, если вы, например, ищете по типу кирки, да, например, для вас эта лунная коллекция от Сан Терензи и вообще, в принципе, кирки для вас очень тяжело, да, или, например, потом для вас пахнет, или еще там какими-то неприятными вещами. В общем, можете присмотреть своего бренда Arabesque Parfums, называется Pearl Aromat. Это все было об ароматах, я надеюсь, что описание вам понравилось, что вам понравились вставки, я очень старалась, пожалуйста, поддержите меня. И сейчас во второй часть видео, буквально коротко, я расскажу вам о том месте, где я покупала. Ну и, конечно же, мне хотелось рассказать вам такой небольшой видео-отзыв об магазине, где я покупала. Магазин называется Парфюмерный рай, я уже в том видео вам обмалвилась, говорила, где я приобретала ароматы, но подробно не останавливалась. Но не хочу слишком затягивать, просто хочу вам рассказать, какое хорошее место. Также хочу начать с упаковки, такая сумасшедшая женщина, которая хранит эту коробку для вас, чтобы показать, что мне понравилось по упаковке. Итак, Парфюмерный рай это такой инстаграм или ВКонтакте магазин, группа, точнее ВКонтакте, она закрытая, но туда без проблем можно, конечно же, попасть. И вот этой группой Елена, и есть у нее помощница, ее зовут Валерия. Итак, в данном магазине, не как видео, у нее спонсировано, понятное дело, просто мой такой отзыв от чистого сердца, от души, можно так сказать. Я приобретаю, почему-то мне первый раз, ароматы Лирика Томуаш, если вы видели мои Том Форда ароматы, я приобретала эти ароматы у Елены. Мне все очень понравилось, что по доставке, что по упаковке, и так, обо всем поподробнее. Вот коробка, еще раз вам, второй раз покажу. Здесь была вот такая упаковка, то есть Елена запаковывает в пупырку, запаковывает вот такую вот пленку. Каждый раз она разного цвета почему-то, у меня была и черная, и простая такая прозрачная, и вот синяя такая интересная. То есть, и знаете, пупырка достаточно такая хорошая, да, то есть не какая-нибудь там огрызка не идет, да, и не рвется, ничего. То есть, все хорошо, все хорошо мне дошло, все мне очень понравилось в плане доставки. Также, когда вы заказываете, вы можете выбрать любой, например, пункт выдачи, или, например, ну, любой удобный способ доставки именно до вас. Например, там Почта России, я вот заказывала с ДЭКом, тем, кто живет в Москве, и вообще все суперудобно. Также вы можете застраховать посылку, да, если вы переживаете за нее, вот. Что хочу сказать про, что хочу сказать вообще, в принципе, про магазин, про Елену и про Валерию, ее помощницу, ну, она занимается именно по подписке Service Pro. У этого, кстати, магазина есть такая подписка. Я точно сейчас не помню расценки, да, сколько стоит, но в чем суть этой подписки, вы видите, что когда вы подписываетесь, есть там на месяц, например, на полгода, на год, ну, то есть, я уже точно не вспомню. Ну, как-то, например, так, я помню, что мы брали подписку на месяц, и вам доступны ароматы, и вам доступно большое количество ароматов, которые идут еще более по сниженной цене. Там точно не поделки, то есть, я сразу прям с уверенностью хочу вам сказать, что не поделки. Я не переживала, когда заказывала, я также видела отзывы на этот магазин у Елены Читоки, я думаю, вы все ее знаете, и у Кристины Фурмановой. А также у Елены заказывает, и делают достаточно такие большие, весомые заказы. Вот, я сделала у Елены уже три или четыре заказа, то есть, по-моему, это то ли это третий заказ, то ли это четвертый заказ, также и Карнир Барселона Куирс, мы мужа заказывали, и его, Муаш, мы заказывали. Это уже по подписке в сервис про. Там, если вас заинтересует, конечно же, подписка, вы можете зайти, да, в группу, написать, например, Елене, да, или Валерии, они вас, конечно же, по этому проконсультируют, все вам расскажут, все покажут, ничего, в принципе, сложного нет. Также все, что выкладывает Елена в Инстаграм, также я ее в Инстаграм оставлю, или, например, ВКонтакте, да, в группу, это не все. У нее огромный выбор парфюмерии, на любой просто вкус, и также все, что представлено, например, в альбомах, там тоже не все. То есть, спрашивайте, Елена вам на все ответит. Кстати, мне очень понравилось, например, сколько бы я ни заказывала, да, у меня был неудачный опыт заказа, заказа такого, можно сказать, тоже Инстаграм-магазина, и там продавец никак не был заинтересован во мне. То есть, я спрашивала, есть то, а есть это, там, как-то еще, ну, то есть, как-то мне, как-то я вот вытягивала клешнями из своего продавца, что есть, что не есть, да, и вообще, в принципе, за все, то есть, куда, что отправлять. Есть же, нет. Я спросила у Елены, Елена сразу же мне ответила, довольно быстро Елена отвечает, и все как-то, знаете, по-доброму, такая очень хорошая группа. У Елены, что мне очень интересно было, я как-то тоже участвовала. Елена каждый месяц проводит конкурс, то есть, например, если приобретаете у нее аромат, делаете фотографии этого аромата, есть специальный альбом, также все вы найдете, будет написано, и можете поучаствовать у нее в конкурсе на выигрыш какого-нибудь аромата. Также Лена делает анонсы на те ароматы, которые приходят, в общем, все очень интересно. Для тех, кто живет в Москве или Питере, вообще подарок, полный подарок судьбы, потому что там доставка вообще сущие копейки стоит. В общем, я заказывала три раза, три раза или четыре раза, мне очень все сильно понравилось. Я уже писала Елене, что мне все понравилось, спасибо большое. Я вам от всей души рекомендую Ленин магазин, заходите обязательно, ссылки я оставлю в описании, не реклама ни в коем случае, просто мой такой хороший отзыв. Ну что, вот такой у меня был обзор на бренд Арабецк, пожалуйста, поделитесь со мной отзывами на данный аромат, если они у вас есть, или если у вас вообще есть какие-то ароматы данного бренда, тоже поделитесь, мне будет интересно почитать про ваших любимчиков, или какие ароматы, например, вам не нравятся, тоже будет очень интересно почитать. Но я же с вами прощаюсь. Огромное вам спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. Всех обнимаю и до новых скорых встреч, и всем пока!